Данное видео создано в развлекательных целях, всё показанное сегодня в пользу Брозе. Штрэээбух! О, ну эта помойка хотя бы сытная. Мы сегодня выехали, часа два мы уже катаемся, ничего найти не можем. Даже больше. Что за шмотки? Что за пакет такой? Термопакет какой-то. Офигеть. Нижнее бельё. Трусики женские с выделениями. Жесть, реально с белыми. Штаны Зара. Нифига. Ребят, вы это видите? Мобильник. Нихера себе! Это же Верту! Бля... Палёный, короче, ребят. Верту палёный. Верту 18К, 2 мегапикселя. Угу. Там даже линца камеры не на своём месте, она чуть сдвинута вниз. Но был бы оригинальный, такие по 50 тысяч стоят на Авито. Жесть. Ну выглядит реально солидно. Экран целый. Жесть, да, Димон? Прикольно. Ну реально. На вид как золотой. А у меня кабак. Кабак? Ну, может с него стрелять. И крокодил вон подъехал, хочет приехать сейчас вывезти в помойку. Всем здравствуйте, ребятушки, с вами расхититель помоечки. И как вы видите, приехала машина забрать мои помоечки. Она их хочет вывезти, беспощадно и без остатка. И перекрыла нам выезд, и мы теперь тоже выехать не сможем. Просто пиздец. Рыбитушечки. Всем приятного просмотра. Ой, не, чувак, вот тортичек. Вот это песенка, вот это сказка. Так он мягенький, он свежий, будешь? О, медовичок, ребятки. Кто-то его ел. Он очень мягкий. Что по сроку? До 27-го, 0-9-го. Сегодня какое месяц? 27-ое? Его кто-то прям этими зубами жрал, походу. Судя по следам. Я не знаю, какой выбрать, ребятки. Напишите в комментариях, какой бы вы из них съели. Медовичок, аппетитный червячок. А шоколадник, пизде, рассадник. Левеныш, пизде, коровыш. А медовичок, вкусный червячок. Я... 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 Не-не-не-не-не. Ой, ребятки! О-о-о-о! Сосиски-малышок, тарелочки. Ребятушки-тарелочки. Нормальные, кстати, целые. Чё ты тут набираешь? Ой, кому? Зарядки какие-то. Бижутерки, бери. Значки советские. Советские. Это комсомол. Всегда готов. Это же... Комсомольский значок называется. Ну да, пионер всегда готов. О, это же в носу мне подстригать волосы. Часы это бижутерские. На шею. Кулон такой в виде часов. Прикольно. Детокс-маск. Маска детоксная. Ну это шляпа. Made in Israel. Израиль. В Израиле сделано. Вот это деду надо для сборки. Ты чё нашёл? Газовый баллон с горелочкой у ребятушечки. А ну-ка. Работает он? Горелочку думали, что одноразовая. Горелочку-то выкинули рабочую. Баллон надо только другой купить. Всё, хотя тюрьки вот. Ой, копытца. Будешь копытца? Нет. Почему? Ну, блин. Чё? Копытца. Аппетитная. Ой, голубёк. Ребятки. Голубёк сидит, мёрзнет. Ребят, отъебитесь от меня на две недели. Заболел голубёк. Он заболел и ходит тут. Юч. Какой-то тут тоже кепка лежит, Юч. Плитка эта сгоревшая. Это провод на медь. Чё, ребят, мы решили посоревноваться с Димой. Кто первый доедет, тот и платит ничего. А кто последний приедет, тот платит пять тысяч рублей. Раз, два, три. Пока, Дим. Да тут всё ясно было уже сразу. Так у тебя же кубиков сколько? У меня сорок девять. А у меня семьдесят, поэтому быстрее. Чё тут смысла нет соревноваться? Оп. Ребята, вот это куш. Обалденно. На медь жалко такой кабель. Блин, ребят, реально он офигенный. Это вот лампы вешать. Вот такую проводку на свет делать. Наверное, оставим, да. Во, вот это вот уже можно. А, это, блин, телефонный. Ой, этот, антенный. Что? Лодка резиновая. Охренеть. Чё она такая вся дырявая? Везде, блин, жёлтая какая страшная. Её мыши погрызли. Заклеим? Дим. Вот это лодка класс. Заклеим? Поплыли в последний путь на ней, Дим. Может, чё и найдём. О, вот и нашли. О, галстучки. Пиджачок. Солидненький такой. Это мини. Фирма какая-то непонятная. В карманах денег нет. Ого. Чё за бренд? Дорогие. Дорогие. Матрикс фирма. Ну, это недорогие, но сойдёт. Но пиджачок мне понравился. Буду одевать его на какие-то важные встречи с бизнес-партнёрами. Вот очки даже под этот костюмчик. Ремешок. Тут целый набор. Вот ещё всякие галстуки. Круто. О, о. Дай посмотрю, я отдам тебе. Для вырывать-то. А что это такое? Часы, походу. Ребят, модель часов. Ватчирон Константин в Женеве. Интересно, дорогие они или нет? Нифига себе. Китайский джинго. Джинго Залупинго. Телефон на андроиде. Ватчирон Константин какой-то. Ребят, напишите, сколько эти часы стоят вообще. И оригинал это или нет. Но корпус потёрт, как знаете, на Залупе с Алиэкспресса. Поэтому это точно не Орик, наверное. А оригинал стоит очень дорого по-любому. Но на вид они похожи на что-то премиальное. Ручка с подставкой. Банк. Хоум-кредит. Сказь-ка, ребятки. Всегда мечтал о такой ручке. Ох, Томас Бергер. О, да. Токарди. Вот это нормальная фирма. Продать можно. Это Токарди. Фирма Токарди Лапти. Мужские. Фэши он написал. 42 размер. Опа. Опа. О, курточки я люблю. О, бренд Манекана. Смотрите, офигенная куртка на вид вообще. Карманы такие внутри огромные. Проверяем на наличие денежных средств. Чё нашли там? Ну, а сильнее платить и сходим. Опа. Нет. Чуваки. Ахуеть. Это настоящие бабки. Пацаны, живём. Биздец. Настоящие бабки, блядь. 600, 700, 800, 5800 рублей. Вот это помойка радует. Вот это я понимаю. Чё, разделим на троих? Билет Банка России. Хорошо, хоть не приколов. Охренеть. Это второй раз, когда я бабки нахожу. Вот такую крупную сумму в помоечке. Обалдеть, ребят. Вот вы понимаете, люди просто забывают деньги. И выкидывают вещи с баблом. Охренеть. Да и видно, что тут мажор какой-то им пользовался этой одеждой. Видите, туфли. Вот какие-то деловой такой стиль. Куртка такая тоже под деловой стиль, наверное, под костюм. Не бедные люди, короче. О, тут тоже что-то. Блин, тут маска. Охренеть. Тупо на троих это по сколько выходит? По 2000 где-то. Ну, почти по 1700 рублей где-то так. Нормально. Помоечка дарит ребятке. Финансовое благополучие. О-о-о. Вот сюда. Это же топовые находки, пацаны. Это печки. Вот это вообще в хорошем состоянии. Бери, 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 бери. Быстрее, бери. Тут еще это. Удочка. О, неплохая. Неплохая удочка. Братва. Топовая удочка. Целая, нормальная, длинная. Охренеть, она очень длинная. Топовая корзина. Давай забираем ее. Еще. О, крутая. На, 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 на. Мясо, мясо. Дима, мясо. Мясо. Вот мясо. Будешь мясо? Че это за мясо? Мы бомжи. И нам похер вообще. На чужое мнение. Пусть мы и двигаемся как бомжи. Нам вообще на все похер. Дима, он на связи все равно. Бизнес планы решает. Видите? Он на связи. Один говной залитый. Смотри, там помойка, блядь, во дворе двойная, два бака, один бак в говне залитый. Че, Дим, кто там? Бизнес партнер приедет? Я понял. А нафиг ты включил-то его? Куда ты? О, вещички. Это мне новый костюмчик. Ой, сказочный. Брючки? Они огромные. Это мне будет очень большое. Кабачок? Где кабачок? Где кабак? Хочу кабак. Кабаки. Какие большие кабаки, ребятки. Ой, да. А че на пожарку? Давай забирать. А, один-то сгнил и воняет. Там еще тыковка есть. О, тыковка. Сказка. Будешь? Ну, она твердая, она не спелая, не доспевшая. Питерская, походу. Кабак этот мягкий у тебя. Оставим вот тыковку конкурентам. Будут жарить, кайфовать. А вот этот пиджак я даже что-то не хочу брать. Он какой-то дедовский. Я ж модный парень современный. Адриан Гуити. Ох, какие тут пакеты сытные. Опа. Пальтишка какой-то. Зимняя, что ли? Резервит. О, это ж купят. Тыковку подвину и засуну сюда куртку. Лав Репаблик? Вау. Так это ж дорогой бренд. Опа, тут что-то есть в кармане. О, духи. Коко. Шанель. Песня. Презервит берем. Лав Репаблик берем. О, еда. О, еда. Мэйдэйн Юйс СССР. Продолжайте жить на шаре. Дим, да я тебя варю земля плоская. Дим, да она по-любому плоская. Будешь? Нет. А чё? Это рыба старше меня. Трансформер. О, мышка. Игровая, наверное. Иди сюда, падла. О, клик. С передатчиком. Взять можно. Так, это чё там вообще? Вот это вот, чё за бутылка? Дара Бобра Пели Симбелибри. Сенсатив скинс автор шейфист. Короче, какое-то молочко для тела, наверное. Но очень премиальное и дорогое. Вот это деду надо. Ой, для заднего прохода переходник беру. Дим, я нашёл клизму с переходником для заднего прохода. Будешь пользоваться? Нет. А кому меня это брать? А тут что? В этом пакете эти баночки. Слышишь? Дима, тут целый пакет баночек. Смотрите, ребят. Их тут очень много. По чём их принимают? По рублю. По рублю? Охренеть, да тут 100 рублей по-любому в этом пакете. Поехали сейчас на приёмку сдадим. Давайте, ребят, реально мы вот тут целый пакет банок. Поедем, сейчас сдадим, узнаем, сколько можно на банках заработать. Может, я даже отдельный видос выпущу по этим баночкам. Если там прибыль нормальная. Короче, забираем этот пакет и едем на приёмку металла. Она тут рядом. Ну, давай, наминай баночки тогда. Вот так вот, вот так вот. Вот, уже это 4 рубля. Нифига, деньги прям в глазах. На глазах вот. Ещё вот. 5 рублей. Вот ещё одна. Ну, сюда залезу. Сейчас я вам накидаю. Ой-ой-ой, чувак. Тут железо компьютерное. Тупо материнка лежит. DDR3, процессор Intel Pentium Dual Core E5200. Сокет 775, я так понимаю. Но можно бюджетную сборку на этом железе собрать. Норм. Забираем. Тут даже есть коробка от этой материнки, походу, вот. Гигабуйты. Видите, рыбитушечки? Гигабуйты. И заглушка. Помойка дарит гейминг, рыбиташечки. Ой, сырока, чуть-чуть сачка, реча. Не-не-не-не-не-не-не. О, вот это на меня. Сок яблоко-манго, объём 1 литр. Изготовлено 0,3-го, 0,8-го. Срок годности какой у нас? 2 года. Обалдеть, да ему ничего не будет. О, тут обувь. Интерстет. Эстет, вот он эстет. 39-й размер. Чё их сейчас купят на осень-то? Берём на продажу. Опа. Ох, нихера себе, ребят. Вы посмотрите, что делается. Новый клеевой пистолет в упаковке. Охренеть. Ещё один, ребят. Второй клеевой пистолет. О, и от него эти штучки-палочки клеевые. Клеевой пистолет, USB кабель. Два клеевых пистолета. Здесь вы нас с хаты, ребят. Давайте смотреть. Вот какой-то тяжёлый рюкзачок детский, походу. Там, наверное, что-то есть внутри. Так, тут какие-то игрушки. Вот и я решил отчаяться и попробовать вот этот сок яблоко-манго. Ну, в нём очень много мякоти. И он дико густой, как пюре. Очень офигенный. Ну что, ребятушки, беру баночки и еду на металлоприёмку. А вы напишите пока в комментариях, как вы думаете, сколько я на них заработаю. Так, ну это ж вроде приёмка металлолома. А где надпись-то? Может, она закрытая уже? Здравствуйте. Есть всё дома-то? Я банки принёс. Баночки мял я. Принимаете? Короче, ребзи, приёмка металла закрыта. А банки я решил оставить нуждающимся. Потому что мне их не сдать. Поехали мы обратно на помоечку. Ох, цветная, наверное, кормилица. Наушники вакуумные. Может, рабочие заберём, проверим. Алюминий это. Это сота вот это. Это мёд. Это для мёда. О, с и всё залетает. Соты это. Мёды там. Это чё за шляпа? Остановись и замри. Ты сейчас куртку нашёл за 200 тысяч рублей. Это фирма Монклёр. Прикинь, это Арик. Вот, пацаны, кто шарит за Монклёр? Девушки, женщины, бабушки. Кто шарит за Монклёр? Эта куртка стоит 1200. Охренеть. Там бирка с этим. Ребят, походу, Арик, что ли? Ребят, тут этот код какой-то, штрих-код. Серийный номер, наклеечка. Да, то есть, это Арик Монклёр. То, Димон, поздравляю. Продашь её задорого. Тысяч, может, за 40. Не знаю. Короче, ребзя, я не знаю, как проверять. Будем по коду этому отслеживать. Арик не Арик. Качество, вроде бы, ну, такое себе. Походу, это хорошая подделка. Ну, может, и Арик, не знаю. Ну, по сути, на вид, да, шляпная куртка стоит очень дорого. Можете загуглить и посмотреть, сколько вещей Монклёр стоит в магазине. Вы охереете. Ну, именно оригинальная, смотрите. Ну, она на пуху, вроде. Чё, пацаны? Как дела на работе? Синтезатор. Да, братва, давно я таких хреновых синтезаторов не находил. Да, он видно, что вообще некачественный. Очень плохой. Смотрите, я слегка надавил, а он уже сломался. Я просто хотел его проверить на прочность, но он её не выдержал. Брать мы его не будем, потому что его никто не купит. Оставим лучше вот кому-то нуждающемуся вот сюда. Так, смотрим. Я тут, кстати, чувствую запах колбаски в этом баке. Обувь детская. Вот это на продажу можно взять. Чё там у тебя? Ох, бейби, рахатые лукумы. О чём пахнет мочой собачьей? Или это запах у них такой? Мочой с саньём собачьими. Тебе не пахнет? Не, вот это вот может обоссали эту штуку. Да. Да? Само основание, сама коробка. Мочой собачьей или кошачьей? Кошачьей. Короче, рахатые лукумы тебе обоссали. Я их не буду. А тут не пахнет? Я вот это хочу съесть. Там много этих арахисов питательных. Чё, Макс, принюхался ты или не поймёшь? Я не понимаю. Кот какой-то обоссал же её. А я рахатые лукумы люблю. В них содержится много орешков. Это полезно для пениса. Ммм, вкусно. Ты чё, Дим, делаешь? Острый нож. Острый, острый. Бери, забирай, он нам пригодится. Ребята, это офигенный двор, блин. Кока-кола на лавке стоит. Меня ждёт. Ух ты, хорошенькая. Бычков в ней не плавает. Чё-то шляпа одна. Вот тут вот, кстати, интересная помоечка. Сытная. Я сюда буду залазить. Опа, ага, штаны какие-то. Или что это? Да, штаны спортивные, нормальные. Для помоечки пойдут. Забираем. Так. Чё это? О, нихера. DVD-проигрыватель какой-то. Ребятки, вынос хаты. Походу, тут одна электроника, ребят. Ребят, я в шоке. Сколько тут всяких ништяков. Интерактивная ТВ, телевизионная приставка. Ростелеком. Обалдеть. Дивон, это жесть. Кабеля, короче, новый HDMI кабель. Новый блок питания. Это терминал для подключения интернета. А вот Моторолла какая-то. Это вот, видимо, телевизионная приставка. Так, чё тут ещё есть? Охренеть, ребят. Коробка тяжёлая. Айфон, что ли? Вы это видите? Это капец. Айфончик. 5S или пятёрка? 5S. А, ну понятно. Раздроченный весь. У ребятушки. Где? А вот экран. Он разобранный весь. Вот камеры нет. Камеру сняли. Но, по идее, его собрать можно. Нормально так. Разобранный айфон. Может, получится собрать и заработает. Неплохо, неплохо. Чё тут ещё? О! Это же крепление для GoPro или для чего? Для какой-то экшн-камеры. Обалденно. Кайф. Забирай. Это мне пригодится. Я надеюсь, моя камера подойдёт в это крепление. Нивея. Оригинал. Мыло, походу, какое-то. Это Sub-Zero какой-то. Что это? Короче, какой-то крем. Забираю. Так, это нафиг эти все инструкции. Наклейки есть? О, наклейки я беру. Ребят, она тяжёлая. Охренеть! Яндекс-станция с блоком питания. С USB, Type-C в комплекте. Ребят, охренеть! Как её включать? Ребят, она вообще как новая. Состояние офигенное. Чё её выкинули-то? Прям с коробкой, ребят. Смотрите. Просто сказка. Яндекс-станция, умная колонка с Алисой. Я, кстати, такую мечтал найти. Ребят, я подумал, что это GoPro. Экшн-камера. Я в шоке, какой тут вынос жёсткий с хаты. Экшн-камера тупо с чехлом и с держаком. Full HD 1080. Экшн-камера Smart Terra B4+. Наверное, такая камера на Авито стоит тысячи полторы, может, максимум. Интересно, как она снимает. Но если нормально снимает, то, может, буду ей пользоваться. Охренеть, ребят. Вот эта помойка радует. Дим, ты в шоке? Ухрененный нахуй. Угу. Я не знаю, ребят, как он раскрывается. А, во-во-во. Вот такая вот экшн-камера. Сюда флешка вставляется, юсбишка. Тут даже плёнка защитная на экране, ребят. Капец. Положу её в сюрприз-бокс. Мне она, наверное, и не понадобится. Я думаю, она по-любому не особо качественно снимает. Я же для вас хочу качественно снимать. Уребить тушечки. Ну, карты можно взять. Вот чехол для 11-го айфона белого цвета. Такие мне не нравятся. О! Браслет для Apple Watch. Забираю. Да тут всё, походу, заберу. Это крепление для GoPro на руль поломанное. Но я его починю и пригодится. Беру. Пульт какой-то. Это, наверное, вот от этого видика. Видик какой-то. Вот ещё коробка. Кстати, тяжёлая. Коробка от Philips. Телефон какой-то здесь. Яркий музыкальный. Смарт. Android 4.0. Felix Hennium Smartphone. Тупо лежит, ребятушечки. Тупо лежит. Philips Hennium. Чё-то старое. Ну, может, даже рабочий. Охренеть. С коробкой самое интересное. Но он не включается. Телефон, короче, в коробке. Но в комплекте, кроме телефона, ничего нет. Ну, неплохо, ребят. Обалдеть. Сколько тут ништяков. Яндекс.Станция. Это, походу, самая ценная находка среди этого всего. Ну, и вот эта камера. Чё тут ещё есть? Пульт. Так. Чехол ещё от айфона какого-то. USB кабель. Походу, новый, коротенький. Забираю. Пульт тоже на барахолке купят. Такой чехол мне не надо. Опа. Ребят, тут ещё куча ништяков. Чё это? Перчатка какая-то нахер. Опа. Штыкера всякие. Вот это что такое? Чё это? ТВ-приставка это? Охренеть. С USB кабелем. Берём на барахолку. О, чехол для 11-го айфона. Ну, кстати, целенький. Заберу. Будет мне запасной. Это для телефона. Это штука, куда телефон вставляется. О, батарея от айфона. Тоже беру. Да этот переходник нафиг надо. Батарея нам, думаешь, не пригодится? Надо нам батареи. Мы никогда найдём восьмую айфона. Ну, походу, да. Не, ну на барахолку можно забрать. Ну, ладно. Она опасная, ребята. Она может взорваться. Селфи-палка, устаревший век. Ну, чё, пригодится кому-то на барахолке. О, нихера себе. Колонка. Адидас. Колонка от фирмы Адидас. Вы знали, ребят, что Адидас делает колонки? Я вот лично нет. А, тут ещё штекер, короче, внутри поломанный. Переходник какой-то для гоупрошки, кстати. Это для того, чтобы гоупро можно было крепить на штатив. Охренеть. Мне как раз это надо. Ну, это DVD какой-то, видик. LG. Устаревшая технология. Ну, в принципе, заберу. А, не, нифига. Это какой-то топовый DVD-шник. Видите, в него вставляется LAN-кабель. HDMI-выход. Оптику можно завести. Ребятушечки, караоке есть. Это я, может, петь буду караоке. Начну песни исполнять. Даже вот штекеры есть для караоке. Обалденно. О, тут ещё отвёртка вот такая. Обалдеть, ребят, я в шоке. Столько находок и всё в одном пакете. Смотрим дальше. Может, ещё что найдём. Опа, выносатый. Ещё один, ребятушечки. Часы настольные. Точнее, настенные. Ну, на продажу можно забрать. Так. А, не поломались он сразу. Шляпа, ребят. А, да тут это, мыльно-рыльное, ребятушечки. Битое зеркало. Чё здесь? Опа, опа. Кронштейн забираем. Кронштейн для телека. Ребята, у меня целый пакет с медными, походу, кабелями и металлом. Баллон с пеной. Ребят, смотрите, сколько меди. Охренеть, какой толстый кабель медный. Ого. Вот меди сколько. Чё это за блюдце? А это по-любому сгоревшие лампы, Димон. Так, смотри. О, ни хера себе, ребята. Ребят, эти автоматы дорогие, пипец. Как это называется? О, ребятушечки, два автомата УЗО и плюс обычные автоматы. Тупо бесплатно, с помоечки. По-любому рабочие. Так, чё тут ещё? Кабель вот медный. Выключатель, но он мне не нужен. О, клеммнички. Вот это мне не надо. Опа, тут какой-то пакет. Походу, с выносом из хаты. Ребят, тут по-любому находки есть. Кальян. Да, плохой кальян, но он латунный. Нормально, забираем там антиотрубки, все вот эти. А это чё? А, это для кальяна такая вот чаша, ребят, охренеть. Вот такая вот для кальяна. Первый раз такое вижу. Давайте дальше смотреть. Какой-то зарыганный рюкзак в плесени. Ремешок из магазина Кроп целый. Кстати, на продажу забираем. Так, здесь какая-то сумка. А, это термосумка, ребят. Energy Drink Note 6. Термосумка маленькая вот такая. Тоже на продажу берем, пригодится. Опа, смотрите, чё я нашел. Утюжок для волос. В коробочке, ребятушечке. В коробочке. Дельта Люкс. Нормально. Ну, типа я не удивлен. Обычная находка. Продам его рублей за сто на рынке. Это вот какая-то картина непонятная. Но можно тоже на продажу взять. Она новая. Смотрим ещё. Вот, это чё такое? Ребят, это что такое? Я такое ни разу не находил. Vital System B-Zepter Group Hand Massager. Какой-то массажёр, короче. Видите, он двигается. Вот тут, походу, лампочка светится. С ручкой, с блоком питания. Топчик. Забираем. Это для нарезки этих лимонов вроде. Так. О, тарелка, смотрите. Благовещенск город. Это, короче, сувенирная тарелка, которую можно подвесить. Заберём на продажу. О, вот это классная тема. Кто знает, что это такое? Это вот сюда фрукты кидаются. Так нажимается и нарезается фрукты вот таким образом. Топовая тема. На кухне пригодится. Это я домой заберу. А это что, ваза? Ваза для цветов. Хофф, фархаус, мушен. Это, наверное, с Германии. Или это кружка пивная, не знаю. Прикольная. Забираем тоже. Опа. Молоток. Ребят, резиновый. Это отбивные делать, как клетки. Только он подушатанный. Ну, знаешь, зачем он? Что-то забивать, чтобы не вредить он резиновый. Не, подшипники, подшипники, всё для скутера, для деда. Всё, надо забивать это всё, да. Так, давайте смотреть, что тут ещё. О, Дим, наконец-то я нашёл тебя пепельницу. Я не курю. А, ну, тогда красавчик. Нет, ты меня порадовал, на самом деле, а не огорчил. Сегодня я пешком иду кормилиться. Нацелен на успех. Вот они, сытные бурёночки. Сейчас буду доить. Поделились с Димой помоечки. Я лезу в эту, в эту запрыгиваю. Опа. О, найки. Неплохо. Ух ты, а риг сразу видно. Качество хорошее. 39 размер. Они ещё и с носками. Приятный бонус. Ребят, ну вот посмотрите на эти найки. Они же классные. Это, кстати, не самая бюджетная их модель. Видимо, в них ремонт какой-то делали. Они просто в побелке. Так они целые. Пятки даже целые. Обычно они всегда разорваны. Единственный косяк, стелек нет в комплекте. Но найки топовые. 39 размер. Их продать можно в интернете за 1000 рублей вообще спокойно. Конечно же, я их забираю. Помойка обувает. Хна. Иранская хна. Укрепляет корни волос, окрашенные волосы, удаляет перхоть. Не, ну мне это не надо. Тебе это надо? This is the river of my life. Oh, my. Oh, my. Нихера тут Гринфилда. Ребята, охренеть. Такой фирменной коробочке какой-то красивой. Обалденный. Ребят, топовый. Black tear grape vines. Виноградный. Охренеть. Я такой даже не пил ни разу. Смотри. Мелкий лонг какой-то. Мелкий лонг. Грин. Тут вообще разные чаи. Разные вкусы. Это сорти. Ребята, охренеть. Я первый раз вижу такие огромные пакетики чая Гринфилд. Дима, что ты там тащишь? Я уже заметил. Давай показывай. Наркоман. Охренеть. Нихера себе бонгиш. Тут лев нарисован. Львиный бонгиш. А, блин, он треснутый. Вот кто-то его так дунул, что он аж треснул. Ребятки, охренеть. Ребятки, помойка накуривает. Жесть. Но нам это не надо. Хотя его можно скотчем залепить и дальше пользоваться. Но я от этой темы не фанатею. Мне это не надо. А вот этот чайок просто пушка, ребятки. Среди двух этих вещей я выбираю вот это. Опа. А я думаю, здесь что-то будет. Тортик нифига себе какой. Ребятки. У кого-то была днюха. И у кого из вас сейчас день рождения, поздравляю вас. Этот тортик у ребятушки для всех моих подписчиков-именинников. Неплохой, кстати. Но то, что он лежал открытый, из-за этого вот он, кстати, не он в плесени. Все. Жопа ему. Это смерть. Это отравление. Что там? Нихера себе. Дай. Ребят, это он сейчас все окросы в той помойке нашел. Кованенький немножко. Чуть-чуть, да, подорваны. Похоже на Рик. 45-й размер, кстати, тупо на Димона. Пятки подразорваны. Я померю, потому что у меня они уже полные. Жесть, твоим ляптем-то вообще жопа уже. Снимай Дин, дай мне его на обзор. Ребятки, давайте посмотрим на обувь Димы. Он не ходит уже месяца так два. Посмотрите, вот это жесть. Это Димы на обувь, в которую он ходил уже месяца два. Жесть, просто жесть. Димон, как ты в них ходил вообще? Они грязнющие и ужас. Я закончил эти обувь. Нет, белые кроссовки тебе явно, это на выход. Ты их ушатаешь быстро. О, идеально, бля. Идеально? Ребятки, я так за Димана рад. Ну, покажи до и после. Смотрите, старая обувь с помоечки. И новая обувь с помоечки. Помойка Диму выручает, обувает. Потому что его кроссовкам уже реально жопа. Ребят, зашли во двор. Тут местный закрытый. Смотрим, Ауди стоит. И посмотрите. А номеров-то нету. Ни сзади. Ни спереди. Номеров нет. Ну, типа, их нет. Вот и написано нет. И все. Опа. Помоечка. Оп. Дима, картошка. У меня тоже вроде ковер. Сумка какая-то. О, ковер неплохой. Слышишь? Гараж широкий. Топовый ковер. Забираю в гараж, ребят. Постелю там на полу и будет кайф. Надеюсь, в ковре колопов нет. Вынос с электроникой. Давай вместе смотреть. Опа. Чехол новый. Кстати, их тут до хера походу. Я тут постоянно чехлы новые нахожу, ребят, в коробках. Это не первый раз. Не знаю, откуда это все выкидывают. Нифига себе. Это в гараж можно повесить. Это иньянь. Чехлы это, кстати, для старых телефонов. Когда-то денег стоили нормальных. Сейчас они вообще ничего не стоят. На барахолке я их смогу продать. Ну, за копейки. По 100 рублей за чехол. О, для сосунга чехол тоже новый. О, еще парочку чехлов. Просто песня. Опа. Куртка какая-то. Куртка прихольная какая-то из 80-х. Лаура Лейн. Made in Soch Africa. Нифига себе, ребят. Made in Soch Africa. В Африке сделано. Во, прикол. А что, цвет у нее неплохой. Я подумаю, может я ее заберу. А, так это знаете фирму Bayer? Это куртка для работников, которые работают в этой фирме. В фирме Bayer. Но цвет у куртки классный. Ее под толстовку одеть и можно бегать. Обалденная, кстати. Мне нравится модная. Забираю. Лайри или Блянс. Кожаная куртка. Кожа вроде, да, натуральная, но куртка подушатанная. Столик какой-то из Икеи. Ушатанный в хлам. Опа. Здесь что-то есть. Рюкзачки. Ух ты. Неплохой, кстати. На продажу-то. Пойдет. Такой рюкзак купят рублей за 200. Спокойно вообще. Да я бы его, кстати, дороже продавал. Он вообще как новый, ребят. Так, а почему его выкинули? Что с ним не то? Молния, походу, поломалась. Нет. Работает, ребят, молния. А, вот, короче. Вот из-за этого его и выкинули. Блин, его из-за этого не купят. Еще рюкзаки. Они как будто новые, блин. Здесь поломаны, видите, вот эти штучки. Это новые рюкзаки, наверное, с какого-то магазина бракованные повыкидывали. Кстати, ну вот этот, я думаю, тут молнии чисто поменять. А так-то он новый. На продажу вообще пойдет. А, нет, тоже не пойдет. Ну что за качество, ребят. Наверное, на Алиэкспрессе где-то их заказывали три разных. И все три с косяками. Но этот вроде нормальный. Да, вот этот пойдет на продажу. Не пойдет. Ну, посмотрите, ребят. Это жесть. Это что за качество? Смотрите. Не покупайте рюкзаки на Алиэкспрессе. Хотя, может быть, эти рюкзаки вообще с рынка. Дерьмо, а не качество. О, у Айспирит. Вот это деду надо. В гараже пригодится. Представляете, ребят. Димон хотел его покупать. Но тут помоечка почувствовала и дала нам его. Презервативы. А, нет. Да. О, помойка дарит сексу. Ребятушечки. Два прессика дюрекс. О, ритерспорт. Это же дорогая шоколадка. Вот там пол шоколадки лежит. Это я заберу, буду кушать потом. Это, знаете, комплект шоколадочка и два прессика. Это я все в эту коробку уберу. О, яички, ребятушечки. Натуральные, свежие. Сметанина. А, ну тут всего четыре яичка. Я их разбивать люблю. Опа. Одна из моих любимых кормилиц. О, ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ребят, вы знаете, что это такое? Это вот такое вот приспособление для женского гуклитора. Вот сюда он вставляется. Наверное, он не работает. А может, его просто надо зарядить. Вот это просто ничего нормальное можно взять. И сосательное устройство для клитора. О, вещи. Икра красная, ребят. Я в шоке, ребятки. Помойка дарит красную икру. Это подделка. Целая банка. Это опасно. Это подделка. Поддельная икра, думаешь? Да, это поддельная. Опасная. Фу, как завоняло, как только открыл. Ребят, смотрите. Это поддельная икра. Вот это жесть. Я бомжам оставлю. Пусть шиканут. Будут красную икру ложками жрать. И не говорите потом, что мои конкуренты плохо живут. Одна из моих любимых кормилиц. Опа. Сумочка какая-то. Ребят, смотрите, что с ней сделали. Специально порезали. Типа ни себе, ни людям. Лампа. Постоянные находки подобного плана мы находим. Лампу заберем, что? В гараж. Дополнительную повесим. Опа. Какая-то шапка. Слышь, Димон, вот это купят. Неплохая шапка. О, тут еще шапочка, ребятушки. А, это шарф. Шарф. И вот шарф. И вот кепка. На ней написал Russia. Кепочку, может, купят. Вот еще шапка, кстати, неплохая, утепленная такая. Супер теплая реально шапка на зиму. О, мышка игровая. А нет, не игровая, но смотрится прикольно. Таких мышек никогда не видел. Что нашел? Lenovo. Телефон. Экран битый, к сожалению. Но он устаревший. Купят рублей за сто на рынке у тебя его. Что там, Димон? Это выпивка? Утюг, блин, задолбали эти утюги. А Дима тут выпивки нашел всякой разной, ребят. Блю Карасио, натурал сироп. А, это сироп, короче, для коктейлей всяких. Это тоже сироп гранатовый. А вот это уже бухлишка в ребятушечке. Коньяк. О, а это что, ребят? Ботаника де Лесси. Охренеть, ликер кофейный. Сколько тут алкоголя? Вот три бутылки алкоголя, две бутылки сиропа. Все, забираем. Это будет в мене в бар, в гараж. Поставим там, захочу, может, расслабиться там, да, пригубиться, то буду юзать. Ребят, посмотрите, как Дима забит. И это еще не вся грузоподъемность этого скутера. Это моя разработка, вы битушечки. Вот этот буги. Вы такое нигде не увидите. Я скоро буду патентовать эту технологию и заработаю миллиарды долларов. А вот и игрушки. О, нифига себе, так это же Буратино. Буратино, ребята. По моечке был найден Буратино. О, Тетрис, ребят. Вот это я возьму. А вот и ноги буратиновские. Проверим. О, все, крутил. Ребят, это очень старая игрушка, походу. Советский коллекционный Буратино. Я думаю, продать его получится за 1000 рублей. Цена 5 рублей 50 копеек. Это реально коллекция, ребятушечки. Интересно, у него еще шапка была, видимо. Сейчас буду там шапку искать. Вот, ребят, нашел шляпу. Буратино в полном комплекте с шапочкой. А дело, ребят, вот такой Буратино уже со шляпкой. Блин. Я за 1000 его рублей выставлю на Авито. В общем, я в гараже. Вот эта камера работает. Смотрите. Картинка записывается, заряжается. Камера Full HD снимает 1080. Не знаю, пригодится она мне или нет. Но, в принципе, как видеорегистратор использовать ее можно. Поэтому, скорее всего, оставлю или положу сюрприз-бокс. Яндекс-станция от Алисы работает. Но она просит продлить подписку. Смотрите. Алиса. Продлите подписку и устройство продолжит вас радовать. Проверьте привязанную карту в Яндекс-паспорте. Возможно, на ней не хватает средств. Или она больше не действительно. Нужен какой-то Яндекс-паспорт. Продлить подписку какую-то надо. Вообще, без понятия, как это делать. Надо будет настраивать ее, как-то подключать. Она вроде по блютузу работает. Ну, в общем, колоночка рабочая. Положу ее в сюрприз-бокс. Вместе с ней даже USB-шка, вот эта Type-C-шка была. Рабочая, ребятушечки. Ну, и вот этот DVD-проигрыватель, скорее всего, работает тоже. Но кому он сейчас нужен на дисках? Никто ими не пользуется.